Всем привет, с вами Мимик и недавно вышло пробуждение на класс сестричек-близняшек на Усу. И сегодня мы поговорим о ней книжкам и покажу я вам комбинацию. Сначала покажу, потом расскажу почему и так далее. В общем, выглядит она таким вот образом. После этого можно добавлять еще два умения. Вот это вот и вот это вот. После этого можно обратно чередовать. В общем, как мы видим, состоит она в основном из устоев плюс защиты. То есть вас в этой комбинации заблокировать и там оглушить, опрокинуть почти невозможно. Но есть моменты, но это зависит от класса. Теперь поглядим поближе. Первое умение это у нас неистовый дух. Идет он у нас, к сожалению, без всего. На него можно поставить суть, но так как он мало на что влияет и есть более полезное умение, на которое можно поставить защиту, то в принципе остается все как есть. Поэтому он нам вешает 20 атаки на 10 секунд. И видим, что при всей комбинации баф этот не слетает. И все в принципе хорошо. После этого на вот этих двух умениях уже, конечно, не работает. Но основные у нас умения не последние два по дамагу. Поэтому да, он у нас идет в первой комбинации. Дальше у нас идет комбинация Shift-EM лунная метка и его продление. Можно, конечно, продление убрать, но урон наносит это умение тоже вполне хорошее. Дальше чем оно эффективно, так тем, что лунная метка у нас идет как единственное умение в пробуде с Т3 морфами. То есть с самыми лучшими и сильными морфами. Поэтому это умение придется нам ставить, чтобы бафаться или дебафаться. Поэтому да, это умение выглядит отдельно вот таким вот образом. И мы видим, что пробелов нету в защите из-за того, что она стоит в сути. Без сути, если мы уберем, мы видим, через какое время только включается она защита. И порой этого хватает, чтобы по нам нанесли какое-то либо опрокидывание, либо оглушение на мобах. Поэтому, да, приходится ставить на эту метку, чтобы не было пробелов. Потому что если там на ионистовом духе мы упадем, то ничего страшного. Встанем, скилл перезаряжается быстро и начнем комбинацию. Если мы уже на метке опрокинемся, то будет плохо. В общем, следующее умение, которое у нас идет, это хищный цветок тоже с продлением. Из-за того, что на нем есть эффект минус 20 защиты, что вполне неплохо. Понятно дело, Shift-E и Вперед-E вешает 2 дебафа. И плюс само по себе это умение наносит больше урона, чем Shift-E. И поэтому, снова же мы на него и ставим, и вешаем 2 дебафа. Вполне хорошо. Далее у нас идет на внесеер, светочный зов. Он непримечателен. Дебафает врагов на минус 20 атаки, ну, которые слабо, в принципе, результатны. Потому что усов все равно пробивают. Тестил я на гигантов со своим шмотом, в принципе, проблема бывает. Поэтому, да. Урон вполне хороший. Плюс отхил позволяет использовать часто это умение и для дамага, и для отхила. Далее у нас идет Shift-LKM. Просто защита спереди. Неплохой урон. Ну, похоже, по урону, чем остальные умения. Поэтому он уже как в довесах идет. Плюс АУЕ. Хорошая. Позволяет добивать врагов. И далее, последним у нас идет Shift-F, сияние луны. Урона намного меньше, чем у Shift-LKM. Но тоже на добивку вполне хватает. Плюс продлить нашу устойчивость и комбинацию тоже позволяет вполне неплохо. Остальные умения, хоть и дамажные, например, та же самая ПКМ-ка, но на них ничего нету. И поэтому использовать я их не советую на спотах, где у нас используются именно враги с контролем. Поэтому эти умения больше вредят нам, чем помогают. Из сути остального можно поставить, конечно, на цветочный зов. Он у нас тоже в самом начале у нас... Видим пробел в защите. Ну, блин, суть мы выбираем либо ту, либо ту. И поэтому в Shift-E с D3 морфами важнее, чем уже там добивка какая-то. Поэтому вся такая вот комбинация. По морфам я поставил начальные морфы. Остальное можно уже смотреть в результате топа от спота, от вашего гира и так далее. То есть на самое первое наше умение я поставил плюс 15 защиты. Либо можно защиту менять на меткость. Так как меткости мне хватает, я не ставлю. И плюс скорость атаки. Понятное дело, чтобы дальше все умения использовались быстрее. Дальше наш самый важный. Скилл лунная метка с D3 морфами. Понятное дело, урон по мобам. Плюс 30 и минус защиты по противнику. Минус 20. Далее уже вперед E. Идет минус 20 защиты своей. Здесь я поставил обязательно крит урон. Потому что он тоже позволяет разгонять. Так как эти все умения у нас со 100% крит шансом. Поэтому крит шанс морфить бесполезно. На пробудной уйсе. Вторым можно выбрать любое в принципе. Но я поставил восстановление хп. Потому что ее очень сильно пробивает. И остальные просто умения. Заморфил чисто на хп. И ману. И шифт лкм. Заморфил еще обновил на защиту. И восстановление хп. Ну тут можно и уже дальше играться. То есть основные эти три умения конечно делаются так. Остальные умения конечно уже по вкусу. Все зависит от спот и так далее. Снова же этот стакан комбо предназначен для новичков. Не подходит. Ну не знаю насчет хекс. Там тоже менять. Поэтому если хотите какие-то подробные гайды по этому классу. Там пишите. Поддерживайте канал. И так далее. Также у меня стримы на твиче идет. С этими тестами. Ну первоначальная комбинация. Она вполне хороша. На гигантах в Эльвии тоже прекрасно работает. Ульта. Ульту тоже не блочим. Потому что она наносит вполне хороший урон. Только в конце когда она наносит урон и садится на подсечку. Можно через шифт скипать этот эффект. Чтобы не стоять не тратить время. Поэтому как-то так. Насчет светка жизни. Если пробежимся кому интересно бесполезное умение. Хоть и восстанавливают. Но долго кастуются. И действуют недолго. Ну в принципе по другим я сказал. Что есть умения которые вообще без урона. Совсем типа Эфки. Позвали заближаться с врагами. Ну вообще урона ноль. И эффекты тоже нулевые. В общем как-то так. Еще раз показываю. Шифт Е. Вперед Е. Вниз Е. Шифт ЛКМ. И Шифт Ф. И дальше можно крутить по кругу. Там иногда Шифт Е конечно не успевают почему-то перезаряжаться. Но в любом случае мы бегаем между париками и так далее. Урон у УСа вполне хороший в этой комбинации. Поэтому да. Вот такой вот гайдик. Поэтому более подробно. Если хотите. В принципе пишите. И так далее. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.